Добрый день! Сегодня я хочу рассказать вам о таком заболевании, достаточно распространенном, как геморроидальная болезнь. И начать, пожалуй, следует с того, что геморроидальные узлы, а точнее их ткань, сами сплетения геморроидальных узлов, которые называются также кавернозной или пещеристая ткань, они есть у любого человека с рождения. Анатомически они делятся на наружные сплетения подкожные, которые кнаружи от анального сфинктера расположены, и внутренние, которые расположены у входа в прямую кишку в анальном канале, соответственно, внутри от анального сфинктера. В зависимости от этого деления геморроидальная болезнь также делится на наружный геморрой и внутренний, но чаще всего это все-таки комбинированные проявления. Механизм развития этого заболевания заключается в хроническом или остром нарушении кровоснабжения, соответственно, этих геморроидальных сплетений. При нарушении кровоснабжения наступает полнокровие геморроидальных узлов, они постепенно увеличиваются в своем объеме, в размерах, перерастягивают связку, которая удерживает их в анальном канале и начинают пролоббировать, то есть выпадать из анального канала. Это зачастую очень распространенный симптом и частая жалоба пациентов на то, что у них выпадает, либо есть что-то лишнее в области ануса, то, что мешает. Также очень распространенными симптомами геморроидальной болезни являются выделение крови при походе в туалет, либо сразу после, анальный зуд, выделение небольшого количества слизи из анального канала, постоянное ощущение мокнутия возле ануса, либо ощущение неполного порожнения кишечника, ощущение инородного тела в прямой кишке. Все эти симптомы, они постепенно прогрессируют в зависимости от стадии заболевания. Если говорить о первой стадии из четырех, то это всего лишь увеличение внутренних геморроидальных узлов, которые не выпадают, не пролобируют и зачастую проявляются только выделением крови при походе в туалет, либо после. На второй стадии геморроидальной болезни начинается постепенное выпадение этих внутренних узлов, но они еще могут вправляться самостоятельно. Соответственно, вторая стадия тоже проявляется кровотечениями или без кровотечений, но выпадением, которое самостоятельно вправляется потом. При третьей и четвертой стадии заболевания зачастую симптомы более выражены. Это постоянное ощущение влажности возле ануса из-за постоянного и частого выпадения этих геморроидальных узлов. На третьей стадии они требуют вправления руками в анальный канал и удерживаются там. На четвертой стадии это вправление зачастую на короткий срок позволяет удержаться геморроидальным узлам в анальном канале и после какого-то незначительного натуживания или во время сидячего положения геморроидальные узлы снова выходят из анального канала. Из-за этого постоянная их травматизация, постоянное воспаление вызывает частые эпизоды обострений с болями, с выделением крови и с другой более ярко выраженной симптоматикой геморроидальной болезни на последних стадиях. Не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением геморроидальной болезни, потому что зачастую человек, пациент сам у себя может увидеть только какие-либо наружные проявления. В период обострений при тромбозе наружных геморроидальных узлов он может почувствовать возникновение какого-то уплотнения в узле или боли или даже появление крови из наружного тромбированного геморроидального узла. Но это не отменяет того факта, что полностью и правильно вам поставить диагноз может только специалист, а именно проктолог. Потому что при проктологическом осмотре обязательно осматривается прямая кишка, анальный канал и смотрятся внутренние геморроидальные узлы. В каком они состоянии, насколько они увеличены. И зачастую сама суть заболевания, она начинается изначально с внутренних геморроидальных узлов. И для того, чтобы их правильно поставить стадию, правильно поставить диагноз, необходим осмотр специалиста. К сожалению, симптомы геморроидальной болезни, они не специфичны. То есть выделение крови, боли при походе в туалет или после, выделение слизи, нарушение стула, появление каких-либо образований. Эти все жалобы, они могут быть и при других более серьезных заболеваниях. Например, при онкологии прямой кишки или онкологии анального канала. Когда симптоматика похожая с геморроидальной болезнью, но ситуация более серьезная и жизнеугрожающая. Геморроидальная болезнь, она крайне редко приводит к каким-то жизнеугрожающим осложнениям, последствиям. Она не превращается в онкологию, она может угрожать только обильными кровотечениями, а зачастую в период обострений это еще и болевой синдром. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok